Привет! Меня зовут Аля Загитова. Я курирую ежегодную конференцию в Государственном историческом музее, пишу тексты для соцсетей и независимых проектов и вместе с Аней Михайловой работаю в «Идеи для музеев». То, что вы сейчас смотрите и слушаете, это второй выпуск моего авторского проекта, который называется «The Listening Station». Я встречаюсь с музейными людьми и проспрашиваю их об опыте проживания повседневности в режиме самоизоляции. Сегодняшняя моя гостья Марина Краснова, заведующая отделом литературного музея «Дома Мастроухова в Трубниках». Марина, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, какое место в квартире ты выбрала для сегодняшнего разговора? Это кухня. На самом деле у меня однокомнатная квартира, и так как в этой однокомнатной квартире мы находимся вместе с мужем, то мы пространство распределили таким образом, что я заняла кухню, и, в общем-то, это и рабочее мое пространство. И он, соответственно, занял одну единственную нашу комнату, где поставил два компьютера. Один компьютер у него для того, чтобы работать, один компьютер с различными играми, которыми он себя занимает периодически. Но, собственно, я на самом деле всегда себя чувствую комфортно на кухне, вообще это для меня очень комфортное пространство. И даже, в общем-то, исключая какую-то историю самоизоляции, то, например, немецким языком по скайпу я всегда как раз занималась тоже на кухне. Поэтому для меня это достаточно такая привычная история, оккупировать именно это пространство в квартире. Здорово! Это создает какой-нибудь режим питания особенный в вашей семье, потому что забаррикадироваться на кухне — это сильно. А если его хочется поесть? Вот, это еще дополнительный плюс для того, чтобы блюсти фигуру мужа, потому что, в общем-то, он такой любитель похода к холодильнику. Для того, чтобы он делал это реже, я еще натянула провод зарядки. Для того, чтобы было, надо было… Было 320, ты пропустил-то. Но через провод надо либо переступать, либо под него подлазить. То есть это создает такую дополнительную физическую нагрузку и движение, ну и, в общем-то, лишний раз останавливает перед тем, чтобы пойти к холодильнику. А вообще, конечно, режим остался, на самом деле, прежним, потому что достаточно давно я установила наш такой семейный режим питания. Мы завтракаем, и как раз завтраку я всегда уделяю большое внимание. Муж любит мясо, поэтому на завтрак бывают какие-нибудь мясные запеканки или просто какое-то мясо. И для меня очень важно, чтобы завтрак обязательно был свежим, только приготовленным. Ой-ой, у нас какая-то техническая… Техническая… Как-то у нас немножечко, по-моему, подвисла связь на самом вкусном и интересном про вкусный, горячий, питательный завтрак у нас немножко забарахлила с тобой связь. Завтрак. Да, соответственно, когда мы работаем, то у нас его подготовлены только в выходные дни. Твоя картинка немножечко подвисла. Может быть, какая-то проблема с соединением на твоей стороне. Давай посмотрим, что происходит. Я пока поставлю запись на паузу. Так, мы вернулись. Все, теперь заработало. Ну да, мы остановились на самом интересном, на запеканке и на вкусных, мясных, горячих, свежих завтраках. Да. Соответственно, когда мы работаем, то выпадает обед, потому что каждый обедает, ну, где-то, 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 где-то. И уже где-то года полтора у нас выпадает ужин, потому что, в общем-то, мы не ужинаем. И, ну, я, в принципе, не люблю есть поздно. У меня очень ленивый организм, который не любит есть вечером. Поэтому мне в этом плане проще, а муж как раз вместо ужина обходится кефиром, поэтому, в общем-то, эта часть уходит. Во время карантина мы сдвинули обед примерно где-то, он так совпадает с ужином вместе, то есть он где-то ближе к пяти. Но теперь у нас такие два. Два полноценных питания. Мы, соответственно, после жизни опять же не... Что? Я говорю ЗОЖ, да ЗОЖ, не выходя из дома, получается. Сбалансированное питание, завтраки, обеды и хорошая физическая форма. Так, по-моему, у нас снова немножечко застряло видео. Продолжим, мы обсудили с тобой завтрак. Расскажи, пожалуйста, я поняла, что завтрак — это очень важная часть, но сегодня как раз вот понедельник, и началась рабочая неделя. Расскажи, как проходят твои рабочие дни дома? Ну, соответственно, я начинаю где-то в 10-11 работать, и на самом деле мало что поменялось в моей как раз работе, потому что большая часть проходит за компьютером, и, в общем, это мало изменилось. Потому что, если раньше, к примеру, я думала над тем, как создавать мероприятие оффлайн, то теперь, в общем-то, это происходит онлайн. Поэтому здесь как раз мало что поменялось, но и все равно я все-таки планирую те выставки, которые у нас будут, их никто не отменял. Поэтому есть время как раз достаточно спокойно, в таком спокойном режиме работать над этими будущими выставками и думать вообще о том, что ты пропадаешь, Марина. Так, мы продолжаем. Неустойчивое интернет-соединение. Мы остановились над тем, что приходится думать не только над онлайном и оффлайном, а еще над чем-то. И тут ты пропала. Да, собственно, над теми проектами, которые планируются и планировались дальше, потому что выставки все равно планируются. И здесь как раз в достаточно спокойном режиме можно подумать над этими выставками, над работой с ними, каким образом соединять как раз оффлайн и онлайн, потому что на самом деле вот этот период, он, к примеру, для меня показал, что достаточно популярный именно такой лекционный формат более популярен, нежели оффлайн. То есть на площадке у меня, например, на лекции собирается меньше народу, нежели собирается на нашей площадке онлайн. Хотя здесь, конечно, еще момент того, что эти лекции бесплатны, и непонятно, собственно, будут ли они столь же посещаемы, если они станут платными, как это происходит при обычном режиме работы музея. Но мне кажется, что это тоже такой момент исследования, очень важный и нужный. И, например, мне удобнее из дома как раз смотреть лекции. То есть это такой даже собственный опыт, который я пытаюсь перекладывать уже на музейную работу. Здорово. Ты так вдохновенно рассказываешь про музей. Расскажи, пожалуйста, есть что-то такое музейное, почему ты особенно скучаешь сейчас, сидя дома, несмотря на то, что ты работаешь все-таки? Ну, на самом деле, я еще езжу в музей периодически, поэтому я даже практически не ощущаю какой-то разницы. То есть мы ездили несколько... Ну, практически у меня получается раз в неделю я езжу в музей по тем или иным причинам. Чаще всего это какие-нибудь записи, которые мы делаем, съемки, которые там проходят, и, соответственно, необходимо в моем участии и присутствии. Поэтому, в общем, в музей я наведываюсь. Но то, чего не хватает, наверное, это работа как раз с предметом, потому что вот это ощутить онлайн очень сложно. Я, например, не могу посещать музеи, вот вся эта история с 3D. Я этого не чувствую, я этого не ощущаю. Мне нужен как раз живой предмет, его видеть, ощущать именно глазами. Даже если он объемный, к примеру, выстроенный 3D, все равно ощущение абсолютно другое от того, что ты видишь на самом деле. И, безусловно, это момент прикосновения к этим предметам, когда ты, к примеру, готовишь выставку, идешь в фонды, то это абсолютно такая история, когда мурашки бегут по коже от того, что ты держишь книжку 18 века или какой-то личный чей-то предмет в руках, который держал какой-нибудь поэт, писатель, чью выставку ты делаешь. В общем, это, конечно, совершенно такая отдельная история, которую невозможно повторить каким-то другим способом, для меня, по крайней мере. Да, это правда такая магия живого предмета. По-моему, невозможно заменить ее онлайном, здесь я с тобой, наверное, полностью соглашусь. А расскажи еще, пожалуйста, есть какие-нибудь музейные, может быть, рабочие или личные какие-нибудь музейные ритуалы? Что-то такое, что ты делаешь поддерживающее или просто такое интересное для себя всегда в музее? Ну, как таковых, наверное, ритуалов нет у меня. То есть какой-то такой особой системы у меня нет в музее. Обычно я влетаю в музей, у меня в голове уже происходит какой-то процесс того, что я должна сделать сегодня, кому что я должна сказать, кому я должна позвонить, с кем я должна связаться, ничего ли я не забыла. Все это происходит в момент, пока ты влетаешь в музей, заодно ты просматриваешь пространство музея, все ли в порядке на экспозиции, на выставке, и дальше уже быстрее садишься за компьютер, уже осуществлять тот план, который у тебя возник в голове. Дальше уже все по ситуации, потому что иногда я хожу обедать, иногда я не хожу обедать, иногда я обхожусь чашкой чая, кофе. И этого достаточно для того, чтобы сократить, сохранить время и попытаться все успеть за день. Поэтому какого-то такого вот четкого ритуала музейного, как, к примеру, прийти, сесть, всех собрать, выпить чашечку кофе, у меня нет, и, к примеру, задания тоже я раздаю по ходу, когда влетаю в кабинет или по дороге через WhatsApp кому-нибудь что-нибудь печатаю, чтобы не забыть. Наверное, не знаю. Ну, это тоже не ритуалом, раз это происходит все время, то вполне есть такая стратегия поведения, и можно даже и ритуалом назвать, наверное. Вот, но, может быть, действительно надо завести какой-то такой более спокойный ритуал, когда все собираются. Мне кажется, вот это как раз такая музейная история, когда все собираются, пьют чай или кофе и общаются. И для многих, наверное, тоже такая часть работы, где рождаются какие-то новые мысли, какие-то смыслы, какие-то новые проекты. Ну, вот, я пока это не ввела в какую-то систему для себя, хотя, в общем, тоже такие моменты происходят. Слушайте, здорово, что ты об этом сказала, про такое неформальное общение во время рабочего дня. Вот сейчас что-то такое происходит у тебя с коллегами, то есть помимо рабочих встреч вы как-то общаетесь, иначе поддерживаете друг друга. Как это у вас происходит? Ну, да, конечно. Ну, во-первых, у нас есть какие-то общие чатики, куда в какие-то моменты начинают все писать, какие-нибудь темы обсуждать, там какой-нибудь новый приказ, который вышел, и все начинают там писать, как и что, кто как отреагировал. Вот, поэтому есть, конечно, неформальное общение, и даже, в общем-то, мне кажется, что какие-то такие совещательные вещи, когда мы, к примеру, там собираемся точно так же в Zoom и обсуждаем вроде бы рабочие какие-то моменты, там новые какие-то проекты, идеи, то все равно это превращается в такую менее формальную историю, нежели это совещание, например, рабочие, ну, такие прям серьезные. Хотя, в общем-то, даже когда мы работали в обычном режиме, то очень часто просто это тоже было в такой вот системе, что ты заходишь к кому-то в кабинет и там наливаешь себе чашку чая и начинаешь обсуждать какой-то проект, который сейчас вот нужно запустить или что-то с ним сделать, или какие-то мысли, которые нужно донести до коллег. Параллельно кому-то звонишь, договариваешься. В общем, это тоже происходит очень часто в такой вот неформальной абсолютно обстановке. И она, в общем-то, в некоторой степени перешла и в онлайн-историю. Поэтому здесь тоже, в общем-то, мало что изменилось. Здорово. Так интересно, рассказываешь об этом. Я заслушалась и почти забыла о том, о чем хотела спросить дальше, но вот сейчас вспомнила. А скажи, пожалуйста, вот я вижу, что, ну, ты очень занята работой, ты общаешься с коллегами, а есть место в твоей жизни к какому-нибудь стрессу? Ну, сейчас вот это стресс от неопределенности и того, что не совсем понятно, как и что будет дальше, когда откроется музей. Ты испытываешь стресс? И если да, то как ты с ним справляешься? Ну, вот на самом деле не испытываю. Здорово, это прекрасно. Мне кажется, это прекрасно. Абсолютно прекрасно, при том, что стресс у меня испытывает муж, потому что он актер и режиссер, и ему очень некомфортно в состоянии, когда мало народу. То есть он привык, что вокруг очень много людей, это студенты, это актеры, это режиссеры, и это постоянно такой вот поток людей, который практически не прекращается. Ему в этом очень комфортно. Он может уйти, например, там на день, на два, сделать себе такие выходные, которые он проводит дома, а дальше опять начинается вот эта вот вся история, ему это необходимо. И он испытывает стресс в плане того, что, во-первых, ограничивается его свобода еще, ко всему прочему. У меня как раз нет ощущения, что моя свобода ограничивается. Для меня, в общем-то, свобода, в общем-то, она внутри нас. И ощущение, оно всегда находится внутри нас. Поэтому я в этом плане как раз не испытываю никакого стресса. И когда погода плохая, то вот у меня как раз муж ходит в магазин, выносит ведро, причем сейчас он делает это с огромным удовольствием и радостью, что приносит еще дополнительно мне радость, потому что мне можно этого не делать. Вот, поэтому я на самом деле абсолютно не испытываю стресс. У меня, в принципе, появилось даже больше времени на какие-то вещи, которые я не делала раньше и не успевала делать. У меня больше времени на то, чтобы, например, экспериментировать с готовкой, что я на самом деле очень люблю. И находить какие-то новые рецепты, что-то пробовать совершенно новое, что до этого я не делала. Скажи подробно, какой-нибудь новый рецепт, который ты испробовала за прошедшие дней 10, за прошедшую неделю, например? Да, последние дни 10. Ну, собственно, я готовила вот... Ну, не скажу, что это прям совсем новый какой-то рецепт. Я его делала, ну, в каких-то вариациях, но, в общем-то, то, что мне как бы понравилось, и это была баранина. Я готовила баранину, замаринованную сначала в розмарине с чесноком, оливковым маслом, такие куски, в общем-то, с костью посередине, и дальше я их запекала в духовке на решетке, вниз я поставила картошку, и вот как раз картошкой я обычно ее ставила сразу сырой, а здесь я, в общем-то, прочитала, что хорошо ее сначала чуть-чуть отварить, добавить туда тоже чеснок и чуть-чуть сливочного масла, и тогда она получается с такой, в общем-то, корочкой очень аппетитной. Соответственно, все это я поставила вниз под решетку, туда стекал еще чуть-чуть вот этот бараниш. В общем, получилось очень вкусно. Сглатываю слюну, это, правда, даже звучит вкусно, я могу представить, как это было вкусно этим ужинать или обедать. А вот ты сказала, что у тебя даже сейчас появилось время на какие-то дела, которые ты откладывала и которые раньше... Ну, которые откладывала. А что это за дела? Что? Что это за дела? Ну, то есть, если ты можешь об этом рассказать, ну, например. Ну, например, я сейчас достаточно часто, несколько раз в неделю занимаюсь физическим спортом. на что у меня, в общем-то, раньше практически не было времени. Достаточно недолго время я ходила на балет, и затем это все, в общем-то, закончилось, потому что просто не хватало на это времени. А сейчас, в общем-то, есть время для того, чтобы достаточно много этих историй онлайн и бесплатных историй... То есть, ты тренируешься через какие-то... через онлайн, через сумму... Да, 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 да. То есть, есть и балетные такие вот истории в записях, и есть обычный такой фитнес. Например, сейчас запустил World Class, запустил как раз бесплатные такие прямые эфиры для совершенно различных людей, при том, что там есть, например, занятия для подростков, там есть занятия для детей, там есть танцевальные истории, там есть йога, там есть совершенно короткие такие истории, которые я как раз часто использую теперь вместо обеда. Там 15-минутная тренировка, за которую ты успеваешь действительно прям так достаточно активно подвигаться. И при том, что это еще дополнительно создает вот это вот ощущение, что ты все-таки двигаешься, а не постоянно сидишь. Потому что, безусловно, история с тем, что увеличилось время, это, в общем-то, сокращенное время на дорогу. Потому что обычно, ну, где-то в районе часа выходит для того, чтобы доехать до работы и час для того, чтобы вернуться с нее. А здесь это время... Ой-ой-ой. Немножечко у нас забрахлила видеосвязь. Сейчас мы прервемся, чтобы ее восстановить. Минуточку. Да, мы вернулись после короткой паузы. Картинка у нас не вернулась. Так, мы продолжаем говорить о пользе спортивных упражнений. А получается, заниматься, насколько я понимаю, в рабочее время, скажем, в условный обеденный перерыв, то, что считается обеденный перерыв обычно, то есть ты можешь в это время позаниматься как раз, да? Да. Здорово, это прям прекрасно. А скажи, а есть ли у тебя время на чтение, например? С чтением сложнее, потому что все равно это в большей... То есть чтение именно какой-то литературы не специализировано, не связано с... Да, не специализировано. Близ тебя полежать в книжке на диване, посидеть в кресле и почитать что-то приятное до души. Но вот с этим сложнее, и все равно это в большей степени профессиональная литература. Ну, то есть то, что связано с работой, там, к примеру, сейчас я читаю статьи про Илью Остраухову. Ой-ой-ой. Так, у нас немножечко зависает связь. Так, ты говорила о том, что читаешь про Илью Остраухова, она это у нас прервалась. Да, потому что мы планируем выставку ему посвященную, и это будет большой совместный проект с Третьяковской галереей, с РГАЛИ, и я под это хочу, собственно, сделать фестиваль, посвященный Остраухову. Причем я планирую делать его в формате ежегодного фестиваля, потому что мне кажется, что как раз тема, связанная именно с самим домом, с этим пространством, она на данный момент недостаточно раскрыта. То есть мы используем исключительно дом как выставочную площадку, но абсолютно не говорим о истории этого места и, собственно, о владельце этого места и о том, как он вообще повлиял и на культуру, и на искусство, потому что, на самом деле, для меня, конечно, удивительна судьба этого человека, который по значению в начале 20 века был не меньше, чем Третьяков. Но Третьякова знают все, а Илью Остраухова знают только какие-то специалисты, которые занимаются этой темой, ну или какими-то отдельными темами, либо иконой, к примеру, потому что он собирал икону и открыл музей иконописи после революции. Поэтому мне хочется, конечно, эту тему тоже развивать в рамках как раз нашего отдела и нашего дома. Здорово, что ты об этом рассказала. Я здесь, наверное, немножечко поясню для тех, кто нас смотрит и, может быть, не знаком с тобой или никогда не был в музее. А дом Остраухова, этот отдел театрного музея, находится в очень живописном Арбатском переулке, в Третьяковском переулке. Это в самом центре Москвы. Это потрясающее место. Оно очень красивое, исторически наполнено всякими событиями интересными и историями про разных людей. Поэтому, конечно, мне кажется, да, это очень важно, рассказывать про этот дом не как про выставочную площадку, а как про дом с большой историей и самого дома, и хозяина этого дома. А расскажи, вот, пожалуйста, как раз, гений места. Мне интересно, ты работаешь в совершенно прекрасном переулке. Я очень люблю эти места и живу здесь тоже неподалеку. Какие самые у тебя любимые места в Москве еще есть? Ну, на самом деле, я как раз люблю именно вот этот центр и Арбат, потому что с Арбатом связано достаточно многого. Так, у нас много связано с Арбатом, но пропадает связь. Сейчас мы вернемся через секундочку. Да, мы остановились на Арбатских прекрасных переулках. Да, на Арбатских прекрасных переулках, потому что достаточно много в моей жизни связано с Арбатом, и первое место работы после школы это тоже Арбат. Я работала в Министерстве связи при Министерстве обороны. Это прям огромное здание, когда выходишь из метро Арбатской, Арбатско-Покровской линии, то вот это огромное здание, встроенное в метро, это и есть как раз то самое учреждение, где я некоторое время работала. Помимо этого, я работала в Вахтанговском театре, в буфете непродолжительное время, и поэтому, конечно, огромное количество историй связано с Арбатом, при том, что я наблюдаю, как он меняется, как меняются переулки. Это тоже такое особое ощущение следить за этими изменениями, которые происходят. И поэтому, конечно, вот это все... Я очень рада, что как раз я работаю именно в этом месте, продолжаю, в общем-то, работать в этом районе и в этих переулках, только, наверное, с другой стороны, потому что я как раз работала на старом Арбате. У вас сейчас открылось вот прям совсем незадолго до того, как все закрылось. У вас открылась прекрасная выставка, которая называется «Семной в ковчег» и даже «Семной в ковчег писателей» «Эвакуация 1941-1944». Расскажи немножечко об этой выставке и, может быть, какие-нибудь три любопытных факта о ней, которые мы обязательно должны знать. Я еще не успела сходить, к сожалению, но надеюсь... На самом деле никто не успел сходить, потому что мы открылись 17 марта, а 18 марта музей закрылся для посетителей. Поэтому выставку смогли посмотреть в реальности, посмотреть только журналисты. И мы надеемся, что, конечно, все-таки мы откроемся, в любом случае мы продлим работу выставки для того, чтобы люди могли все-таки дойти и посетить ее не только в таком вот онлайн-режиме, потому что достаточно много историй мы придумали к этой выставке. Это и экспонат про записи с рассказом про отдельные экспонаты, и были небольшие сюжеты, такие краткие кураторские включения, когда куратор выставки Наталья Громова как раз рассказывала про отдельные сюжеты, связанные с этой выставкой. И делали чтения, отдельные воскресные чтения, когда мы читали произведения, написанные в эвакуации. Поэтому, в общем, надеемся, что все это можно будет увидеть, потому что выставка на самом деле получилась очень интересная и чуть-чуть театральная, потому что делала эту выставку театральный художник Марио Тробина. И поэтому это такое, в общем, для меня такое погружение некоторое, потому что есть такие образы вагонов, которые перемещают писателей в эвакуацию, и старые какие-то такие окна. Причем, когда смотришь на фотографии Ташкента, куда эвакуированы были и Анна Ахматова, и в эвакуации там находился Корниван Чуковский и Надежда Мандельштама, многие-многие, в общем-то, деятели культуры, не только писателей, но и режиссеры, и актеры, то, в общем-то, такой образ этого Ташкента, он действительно получился, на мой взгляд, очень колоритным и таким вот аутентичным, что ли, в некоторой степени какая-то такая атмосфера, атмосферу удалось передать. Поэтому, мне кажется, конечно, что было бы здорово вот все-таки посетить эту выставку. Она состоит из нескольких частей, и первая часть — это эвакуация в Чистополь, куда были эвакуированы Марина Цветаева, Борис Пастернак, и это такие отдельные истории, посвященные, и это их личные вещи, это их фотографии, это рукописи, это книги, которые можно будет увидеть, это как раз к вопросу о предмете, о том ощущении, которое дает этот предмет. Вторая часть выставки — это Ташкент, и, соответственно, то, что с этим связано, и в Ташкенте как раз очень интересная история, которую мы сделали такой, с возможностью, в общем-то, пощупать и полистать. Это журнал, который был создан подростками, это молодые люди, сыновья Иванова, Вячеслава Иванова, молодой тогда поэт Берестов, ему было 16 лет, ну, то есть совсем юноша. В общем, это четыре подростка в возрасте 15, 16, 17 лет, они сделали собственный журнал. Это совершенно бесподобная вещь. Мы выложили сейчас его в интернете, его можно хотя бы посмотреть в интернете, но он сделан с необыкновенным юмором, с иронией. И как раз Галина Иванова сказала, это был единственный номер, который они смогли сделать, потому что после того, как как раз посмотрела Галина Иванова, то она сказала, что ну как-то выпускать это и делать это нельзя, потому что ребята шутят большей частью глупо, как ей показалось. Люди могут это воспринять достаточно серьезно. Но совершенно чумовые тексты и очень смешные истории, которые они придумали. И это очень здорово. Очень много детских рисунков, посвященных войне, что тоже, в общем-то, удивительно, потому что это изображение Гитлера, Гитлера, и то есть такое вот, в общем-то, детское творчество под влиянием войны. Третья часть выставки — это Алма-Ата, куда была эвакуирована основная часть кинематографическая, где снимались как раз фильмы. И там можно посмотреть различные фильмы, как раз снятые в Алма-Ате в этот период. И следующая часть — это такая история про тех, кто, в общем-то, не дожил до конца войны и в то же время возвращение. ой. Так. В четвертой части у нас снова немножечко оборудует видеосвязь. Мы остановились на описании четвертой части выставки. Четвертая часть выставки — это возвращение этой истории тех, кто не вернулся, в частности. и там очень такая эффектная инсталляция, перед которой как раз во время открытия все пытались фотографироваться. это целая стена, сделанная из чемодана. То есть это реальные чемоданы, которые искали просто по всей Москве и собирали их для того, чтобы оформить вот эту целую стену. Они абсолютно разные, они разного времени, но создают действительно вот это вот ощущение передвижения, движения, возвращения и какого-то такого вот... Действительно с чем возвращаться? Того багажа, в общем-то, с которым возвращались из эвакуации. И последняя часть выставки, совершенно небольшая, «Большие надежды» ее назвали. Это история, посвященная победе и тем ожиданиям, которые были за этой победой. Потому что, безусловно, вся эта эвакуация, она создала ощущение действительно свободы. Потому что, находясь в Ташкенте, находясь в Алма-Ате, многие писатели могли свободно публиковаться, могли свободно писать. И вот с этим ощущением они как раз вернулись в Москву. И, в общем-то, это такой задел на будущую выставку, потому что следующую выставку вот в этой истории мы планируем... Так... Да, следующая выставка. Следующая выставка планируется как продолжение той выставки, которая есть сейчас. Мы делали выставку, посвященную литературе 20-30-х годов, которая называлась «Литературные войны». Это выставка как продолжение той истории военного времени, литературы военного времени. И следующую в этом цикле мы планируем выставку, посвященную уже послевоенному периоду. это как раз 45-го по 56-й год. Такое, в общем-то, время без... Безвремя... Да, вот сейчас получше. Так, мы возвращаемся после короткой паузы снова и говорим о выставке, которая будет после той, которая идет сейчас. И мы продолжаем говорить про третью часть выставки. К нам присоединется Леонид Краснов. Неожиданно. Здравствуйте, Леонид. Здрасте. Так. Можно разум. Мы пытаемся с третьей попытки завершить разговор о выставке и о третьей ее части... вернее, не о третьей части выставки, а о той части, которая будет после той, которая есть сейчас. Расскажи, пожалуйста, очень коротко. Да, третья часть этой истории, она будет посвящена уже литературе послевоенной. Это с 1945 по 1956 год. И достаточно сложное время как раз крушение тех самых надежд, с которыми писатели приходят в 1945 год. Поэтому у нас вот такой есть, в общем-то, некоторый музейный сериал, который мы растянули на три сезона. Мне очень нравится... Мне очень нравится картинка, которая застывает от твоего видеоизображения. Можно прямо сделать коллекцию классных снимков экрана. Они совершенно замечательные. Слушай, ты рассказывала про то, что выставка, которая идет сейчас, «Новик как человек писателей», она заканчивается темой свободы. И вот это прям очень интересно, потому что... Ну, это, во-первых, вообще интересно. Я ужасно захотела на эту выставку, потому что мне очень нравится, как ты о ней рассказываешь. И прямо вот беги, прямо сейчас и смотри. И я жду возможности сделать это как можно скорее. И, наверное, уже мы будем завершать наши разговоры. Как раз тема свободы, она такая сейчас тоже для нас, для всех актуальна. Нам всем очень хочется быть свободы. Давай помечтаем минутку. Куда бы ты хотела отправиться сразу после того, как карантин закончится, и режим самоизоляции закончится, если бы ты могла отправиться куда угодно? Выбрать, на самом деле, достаточно сложно, потому что, с одной стороны, конечно, я хочу очень в Германию, потому что я очень люблю немецкий язык, и я чувствую себя там очень комфортно. И, конечно, здорово туда приезжать хотя бы раз в год для того, чтобы послушать немецкую речь, для того, чтобы вот окунуться во всю эту такую атмосферу немецких городков, даже если это не центральные. Второе место, куда я очень хочу попасть, и я надеюсь, это получится, это давнишняя такая моя идея и мечта, это Куба. Очень хочу на Кубу, и здесь несколько историй. Во-первых, потому что там тепло, я очень люблю солнце и море, а во-вторых, это одно из мест, где бывал поэт Владимир Маяковский, которого я очень люблю, и все, что связано с ним, мне интересно. И в Гаване он был один день, пока ехал в Америку, плыл он пароходом, и он остановился на один день. Он почистил ботинки и написал стихотворение о Гаване. Поэтому, в общем-то, причем оно начинается строчками «Если Гавану окинуть мигом, рай страна, страна что надо». Под пальмой на ножке стоит фламинго, цветет кларио по всеведадо. В общем, вот хочется все это увидеть собственными глазами и тоже почувствовать всю эту прелесть Гаваны и Кубы. Здорово. Я желаю, чтобы все твои мечты сбылись, чтобы ты обязательно все это увидела, процитировала Маяковского прямо там же, где он. И тоже почистила ботинки, и, может быть, тоже придумала какое-то стихотворение. Спасибо тебе огромное за сегодняшний разговор, за доверие, большое тебе спасибо. Мне было очень интересно. Я надеюсь, некоторые технические нестыковки, неполадки, которые у нас случались, не помешают нашим зрителям послушать наш с тобой разговор. Вот. Большое тебе спасибо. Я тоже. Надеюсь. До встречи. Большое спасибо за этот разговор и за эту встречу. Действительно, очень приятно. И такое, в общем-то, обещание воспоминания о последней встрече, которая у нас была в конце февраля. Да. Что, в общем-то, дополнительно греет из надежды на следующую новую встречу. Да. На новых встреч. Надеюсь, до скорых новых встреч. Да. Будем здоровы. Пока-пока. Всё. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»